Долгожданный перинатальный центр открылся в Гатчине в первый день ноября. Современное медицинское учреждение, оборудованное по последнему слову техники, будет принимать до 15 тысяч рожениц ежегодно. Мы, безусловно, получаем настоящий дворец здоровья, настоящий дворец для нашей работы, для наших самых-самых маленьких пациентов, самых беззащитных пациентов, которыми являются дети, беременные женщины, женщины, которые хотят стать матерями. Центр оснащен оборудованием последнего поколения – ультразвуковыми цифровыми аппаратами, магниторезонансным томографом. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных установлены аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы и открытые реанимационные системы. Конечно, меня как женщину очень нравится то, что очень теплые тона, конечно, стерильная чистота, но это еще и очень красивые тона, стен, это прозрачные окна двери, то есть все видно. Но я думаю, что в этом педнатальном центре будет уютно и роженицам, и мамочкам с детьми, потому что здесь созданы все условия. Учреждение уже открыло двери ленинградским роженицам. Только в первый день работы здесь появились на свет две здоровые девочки. Я только что разговаривал с президентом Российской Федерации Владимировичем Путиным, и в разговоре я сказал, что еду как раз даже не столько на торжественное открытие, сколько на первое поздравление первых родившихся в этом педнатальном центре, первых двух девочек, поблагодарил его за поддержку, потому что целая сеть педнатальных центров при поддержке президента была открыта в Российской Федерации, здесь у нас, в Ленинградской области, и он искренне этому был рад, что первые девочки родились, и просил мамам передать привет. Всего в клинике перинатального центра 130 коек и 10 коек дневного стационара, где с использованием современных медицинских технологий будет проводиться консультация и диагностика лечения беременных и родивших женщин. Кроме того, при клинике создан дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой, который позволит повысить доступность высокотехнологичной помощи в сельской местности. Линейка родовспоможения, планирование семьи, наблюдение за беременной, с патологией или здоровой будущей мамы, медико-генетическое консультирование, собственно, обеспечение самих родов и сопровождение уже будущей мамы и ребенка в Ленинградской области. И так вся эта линейка имеет самые превосходные характеристики. Поэтому мы, конечно же, ждем, что у нас будет рождаться как можно больше здоровых малышей, будет просто больше малышей, будет больше счастливых семей. Расходы на строительство объекта составили 2,5 миллиарда рублей, из которых более половины – средства областного бюджета, остальное – средства федеральной казны.